Здравствуйте! Очередной выпуск новостей Тинды уже в эфире. И сегодня в программе мы расскажем. Северная столица Бама готовится к встрече Нового года. В Тинде состоялось торжественное открытие Ледового городка. Предприятия и учреждения города участвуют в конкурсе «Рождественская торговля». В Тинде проводятся рейды по выявлению должников по налогам и за услугами ресурсоснабжающих предприятий. Тиндинский лесхоз реализует новогодние деревья. Артисты Тинды торжественно закрыли год театра в России. Меньше двух недель остается до празднования нового 2020 года. Тинда готовится к празднику. 15 декабря на площади 25-летия Бама состоялось торжественное открытие Ледового городка и елки. Сотни горожан, как маленьких, так и больших, собрались к 14 часам на главной площади Тинды. Артисты Тиндинского драматического театра подготовили большую театрализованную игровую программу «Это чудо! Новый год». Гостей праздника встречали главные герои Нового года – Дед Мороз со Снегуркой. Их помощники – Снеговики, Леший, Баба-Яга и другие герои. Сказочные персонажи с ребятами и их родителями водили хороводы вокруг 15-метровой елки-красавицы, пели песни и провели различные игры и конкурсы. С поздравлениями горожанам обратилась в мэр города Марина Михайлова. А также она вручила диплом и подарок второкласснице из 6-й школы Елизавете Разумович. Именно ее эскиз победил в городском конкурсе на лучшую ледовую фигуру «Зимняя сказка». По рисунку девочки на площади смастерили мышонка с кусочком сыра. Напомню, в этом году площадь 25-летия Бама украсили еще больше ледовых фигур. В прошлом году их было 11, в этом – 17. На площади также появился новый арт-объект – оленьем, заряженный в сане. Такой подарок городу сделала управляющая компания «Монолит». Работники предприятия «Чистый город» возвели на площади трехполосную гору для катания. В этом году одна полоса шире остальных. Она предназначается для катания на ватрушках. На строительство 70-метровой горы ушло более 600 кубометров снега. Все дорожки отделены друг от друга барьерами, что позволяет избежать толкучки и возможного травматизма. Глава города Марина Михайлова лично убедилась в безопасности горы, прокатившись с нее с ветерком. На детской площадке мастера также построили и горку для катания малышей. Вечером ледовый городок начинает сиять. Все фигуры подсветили разноцветными лампами холодного свечения. Тынденцы и гости города с удовольствием фотографируются рядом с ними. Напомним, в канун Нового года 31 декабря в 2 часа дня пройдет новогодняя программа для юных тынденцев. В саму новогоднюю ночь с часу до 3 будет организована дискотека для старшего поколения. Евгения Пащенко, Дмитрий Белокерницкий, Евгений Пилипенко. Новости Тынды. И в продолжении темы. На главной площади Тынды вырос ледовый городок. В этом году якутские мастера сделали еще больше фигур. В том году 11, а в этом году 17. Нравится ли тынденцам сказочная волшебная площадь? Мы спросили у прохожих. Мы идем мимо площади, специально идем мимо площади, чтобы посмотреть эту красоту. Внук еще не видел, поэтому первый раз. А вы сами уже видели? Да, мы были на открытии, нам очень понравилось. Мы были с внуком, но ничего еще не светилось, потому что был день. Очень все понравилось. Спасибо организаторам. Это очень радует и вдохновляет, что у города есть будущее. Все красиво сделано. Вот именно в вечернее время на елка смотрится шикарно. Но единственная просьба. Вот фигуры, они же вокруг елки даны, а там вот одна сторона, получается, она как бы не охвачена этим фигурами. Вот. Вот просьба такая. Но настроение уже новогоднее? Новогоднее уже готовимся конкретно. Вот. Поэтому на горке уже катались, когда было открытие, это елки на площади. Было все приятно, весело. Каждый день прихожу со школы и катаюсь здесь всегда. Мне очень нравится. Молодцы прям вообще. Мне что удивило, я подошла, посмотрела, фотографировалась. Там каждая фигурка от какого-то предприятия. Это прям задумка нашей мэрии, наверное. Прям молодцы, умницы. Чувствуется, конечно. От фигурок очень чувствуется. Молодец наша мэрия. Мэрия, это то, что она сделала, вот это начало делать. Внуков, детей сюда водите, красоту показываете? Водите, а как же? Водим обязательно. Много ребятишек ходит сюда. Много ходит ребятишек сюда. И днем ходят ребятишки здесь, катаются, и вечером. Хорошо здесь. Как вам наша площадь? Праздничная, красивая? Очень нравится. Красота. Вообще радует сердце. Очень хорошо. Детям славно. Дети играют все время. В этом году вообще красиво. Мне она очень нравится. Она такая яркая. Такая прям, даже нет слова, что сказать. С 18 по 30 декабря проводится конкурс «Рождественская торговля». Он организован среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения по праздничному оформлению залов, фасадов зданий и прилегающих территорий. Многие предприятия и учреждения уже украсили залы, фойе и свои прилегающие территории. Развесили атрибуты праздника, установили елки и новогодних персонажей. Также развесили гирлянды и подключили световую иллюминацию. Особенно вся эта красота оживает с наступлением сумерек. Конкурсная комиссия с 18 по 30 декабря будет осматривать предприятия. Мероприятие проводится в целях повышения качества и культуры обслуживания, применения дизайнерских решений об оформлении предприятий, а также в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников. Для участия в конкурсе предприятия должны тематически оформлять витрины, залы обслуживания, сервировать столы, оформлять блюда и меню, готовить новогодние подарки. А 16 января в актовом зале администрации состоится торжественное награждение победителей. В преддверии новогодних праздников обращаюсь к жителям города, к собственникам всех форм собственности, магазинам, другим организациям. Давайте украсим наш город. Спасибо тем, кто уже откликнулся и уже украшает наш город. Спасибо тем предпринимателям, которые украсили площадь. Мы потом поименно в средствах массовой информации всех назовем, всех поблагодарим. Надеемся, что каждый объект в нашем городе будет радовать наших прохожих. Мэр Тынды подписала распоряжение об организации новогодних праздников в канун встречи 2020 года. Согласно этому документу, выходной день с 28-го переносится на 31 декабря. График рабочего дня 27-го сотрудников составит с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13. 28 декабря мужчины работают с 8 до 16, обед с 12 до 13, а женщины с 8 утра до 11. Глава администрации Марина Михайлова рекомендует предусмотреть аналогичный порядок рабочего времени руководителям муниципальных учреждений и предприятий. В Тындинском лесхозе идет заготовка и продажа новогодних деревьев. Любителям небольших сосен до метров заготовую лесную красавицу придется заплатить 600 рублей. От метра до двух на 100 рублей дороже. Сосна свыше двух метров обойдется в 800 рублей. Несмотря на то, что магазины города пестрят разнообразием всевозможных искусственных елок, большинство тындинцев все же предпочтение отдают настоящим лесным соснам и елям. Ежедневно в Тындинском лесничестве раскупают по 30-40 новогодних деревьев. Ближе к Новому году наплыв покупателей увеличивается. Лесничья ежедневно привозят от 80 до 150 новых сосен. За новогодний праздник их вырубается более тысячи. А для вырубки отводятся специальные места. А вот незаконная вырубка деревьев влечет за собой наложением административного штрафа. Награжен в размере от 3 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц от 20 до 40, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. И если ранее можно было, купив талон на самозаготовку, самому выбрать понравившуюся красавицу в лесу, то в прошлом году произошли изменения в лесном законодательстве. Приобрести талон на самостоятельную вырубку теперь нельзя. Новогоднее дерево придется выбирать в лесхозе. Кроме того, предприятие круглогодично реализует пиломатериалы. И напоследок небольшой совет для того, чтобы новогоднее дерево простояло дольше и не осыпалось. Для этого надо срезать ствол наискосок и поставить дерево в емкость, разведя воду в пропорции на 3 литра воды, 3 столовых ложки сахара и 2 таблетки аспирина. В Новый год без долгов. Этот призыв актуален как никогда. Как не лишиться нажитого имущества или автомобиля. Не испортить себе настроение в преддверии праздников. Не остаться в Новый год без электричества. Ответ прост. Необходимо оплатить долги. В Тензи проходят рейды по выявлению незаконно послушных граждан. 2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. Несмотря на это, многие налогоплательщики так и не исполнили свой гражданский долг. И сумма их долга растет с каждым днем за счет начисления пени. Представителям налоговых органов и службе судебных приставов приходится применять в отношении злостных неплательщиков крайние меры. В ходе совместного рейда специалисты посетили два предприятия «Тынды», владельцы которых состоят на учете как индивидуальные предприниматели. Ведут свою деятельность, а налоги платить не торопятся. В качестве взыскания был наложен арест на административные здания в их ведении. После подобных рейдов результат налицо. Так, индивидуальный предприниматель, имеющий лесопилку, оплатил долг в 600 тысяч рублей. Хозяйка хлебопекарни начала частично погашать задолженность. Деятельность ведете? Правильно? Деньги есть? Да, дело в том, что я очень долго уже в шестом месяце в больнице лежала. А 17 декабря прошел еще один рейд. На этот раз к налоговикам и судебным приставам присоединились инспекторы ДПС и специалисты ЖДК «Энергоресурс». Сумма долга населения за услуги тепловодоснабжения на сегодняшний день составляет 216 миллионов рублей. Члены комиссии останавливали автомобили и проверяли водителей на наличие задолженности. Из четырех выявленных из потока машин водителей трое оказались в списках должников. Двое не уплатили транспортный налог в 2700 и 14800 тысяч рублей. Третий гражданин задолжал за услуги ресурсоснабжающего предприятия ЖДК «Энергоресурс» 74 тысячи рублей. Приставам пришлось наложить арест на автомобиль хозяина. Чтобы не доводить ситуацию до подобных мер, оплатите налоги и коммунальные услуги до Нового года. Евгения Пащенко, Дмитрий Белокерницкий, Евгений Пилипенко. Новости Тынды. В актовом зале городской администрации 17 декабря прошли публичные слушания. По проекту нормативно-правового акта города Тынды о внесении изменений и дополнений в устав города. На слушаниях присутствовало 35 человек. Каждый житель города имел возможность заранее ознакомиться с проектом на официальном сайте администрации города, задать вопросы, изложить замечания и предложения по проекту. На публичных слушаниях было зарегистрировано два заявителя. Валентина Пинчук выступила с предложением об изменении системы проведения выборов мэра и депутатов. Решением большинства голосов ее предложение было отклонено. Вторым докладчиком выступила Элеонора Музгина. Ее предложение рекомендовано принять к редакции. Завершается 2019 год, объявленный в России годом театра. Под его эгидой в стране прошли масштабные международные и всероссийские акции. Например, театральная олимпиада. Проект «Театр детям». Всероссийский театральный марафон, в рамках которого в Тынде выступили артисты Амурского областного театра драмы. Артисты Тындинского драмтеатра закрыли год спектаклем «Предложения или анекдоты из семейной жизни». Своё творчество зрителям подарили и юные воспитанники театральной студии «Виват». Драматический театр Тынде – самый молодой театр Дальнего Востока. Он начал свою историю в ноябре 1996-го под руководством заслуженного работника культуры Владимира Лилеки. Именно ему была посвящена премьера 2019 года – спектакль «Семейный портрет с посторонним». Театр полон творческих сил и возможностей. В этом году коллектив пополнился молодым артистом, который приехал работать в наш город из Красноярска. Ежегодный театр показывает более 115 спектаклей, которые посещает около 10 тысяч зрителей. Кроме постановки «Семейный портрет с посторонним», в этом году артисты презентовали спектакль «Преступление и наказание» для младшей аудитории «Сказка. Радужная долина». На вечере памяти Владимира Гузия прошла премьера поэтического спектакля «Жизнь и поэзия одно». Почти ни одно городское мероприятие или праздник не обходится без участия труппы Тындинского театра. Это и 9 мая, проводы зимы, новогодние мероприятия, пушкинский праздник и прочее. В октябре 2019-го наши артисты побывали на гастролях в Благовещенске. Главная отличительная черта драматического театра Тынды – это постоянный творческий поиск новых форм. А смелость творческих экспериментов позволяет ему ставить перед собой высокие цели и достигать их. И в продолжении темы. Воспитанники детской художественной школы в честь окончания года театра подготовили выставку своих работ. Экспозиция расположилась в стенах городской библиотеки. Она носит простое название – о театре. Но представленные работы вовсе не простые. Юные художники представили свое видение театра и его закулисье. Драма в гримерной, репетиция после спектакля, театр теней и японский театр, примерка костюма, премьера – это некоторые названия работ воспитанников художественной школы. Всего ребята представили более 40. Театральное искусство – это волшебный мир, который дарит положительные эмоции и дает толчок к размышлениям. Учит видеть прекрасное. И каким видят театр наши дети, какие чувства испытывают от его посещения – это они и отобразили в своих работах. Выставка о театре продлится до конца декабря. На горнолыжном спуске «Усть Коралл» прошел открытый кубок по сноуборду. Всех присутствующих поприветствовал и пожелал удачи председатель управления по физической культуре и молодежной политике Вячеслав Машейко. В имени администрации города Тенбер, от управления молодежи и спорта города, я от себя лично поздравляю вас с официальным открытием. Спортивный сезон для сноубордистов вы первый открываете, официальный сезон. Поэтому вам удачи в течение сезона. Самое главное – без травм, чтобы вы получали позитивное настроение хорошее. Я не сомневаюсь, что вы его получаете. Несмотря на мороз, любители доски, скорости, драйва и снега соревновались в дисциплине параллельно с лалом. Это значит, что два участника одновременно проходили по двум рядом расположенным трассам. В мероприятии приняли участие 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Дмитрий Слободянин, второе – Максим Померанцев и на третьем – Иван Петернин. Среди девушек на пьедестал почета поднялась Анна Рупосова. Второе место за Татьяной Шибицкой и третье место у Татьяны Рекуновой. В конце соревнований всем участникам и призерам вручили грамоты и медали от спорткомитета. Напомним, на горнолыжном спуске работает прокат спортивного инвентаря для всех желающих. Провести время с пользой для здоровья и на свежем воздухе можно со среды по воскресеньям с 12 до 17 часов. Прокат сноубордов и лыж стоит 235 рублей за час. В предоставлении тюбингов – 150. Кроме того, посещать снежную сопку можно и со своим инвентарем. Тогда вы заплатите 160 рублей за пользование подъемником. В Тынде появился новый арт-объект. Он установлен у входа в городской дворец скульптуры «Русь». Скульптуру девушки-ангела изготовил местный кузнец Константин Швец. Она расположилась рядом с фигурой кота, автором которого также стал он, и фигурой князя-миротворец. Фигура выполнена из более чем 5000 металлических колец. На создание девушки-ангела у мастера ушло больше двух месяцев. Двухметровая скульптура изготовлена из водопроводных труб. Прическу Константин создал из проволоки. Под мастерскую для создания арт-объектов он использует свой гараж. Металлическая женщина до новогодних праздников будет украшать территорию ГДК «Русь», чтобы жители и гости Тынды могли с ней сфотографироваться. Это место выбрано и по соображениям безопасности, так как здесь установлено видеонаблюдение. После Константин увезет скульптуру для изготовления постамента и выставит ее на продажу. Своё творение автор оценил в 120 тысяч рублей. Несмотря на новогоднюю суету, подготовку подарков и закупку продуктов к праздничному столу, найдите время отдохнуть на выходных, а мы вам в этом поможем. 21-22 декабря в Тыннинском кинотеатре можно посмотреть фильмы «Полицейский срублевки», «Новогодний беспредел» и «Сиротский Бруклин». Юные тыннинцы могут посмотреть мультфильм «Фиксики против кработов». На предстоящих выходных пройдут елки мэра для детей с ограниченными возможностями и попавшими в трудную жизненную ситуацию. А также поздравления от главы города получат отличники. На этих выходных запланировано много спортивных мероприятий. Так, 21 декабря в 9 часов утра начнется открытый чемпионат по волейболу. В 10 часов открытое первенство по плаванию. В этот же день в 12 часов чемпионат по хоккею. 22 декабря с 12 часов городская библиотека приглашает на рождественскую ярмарку, где можно будет приобрести креативные подарки ручной работы для родных и близких. Также пройдет беспроигрышная лотерея и различные мастер-классы. Следующее видео позабавило многих пользователей в социальных сетях. Несмотря на лютый мороз, молодой человек оптимистично отплясывает на главной площади Тынды под заводную мелодию. Что двигало молодым человеком устроить танцы на площади? Желание согреться в Тындынский мороз или позабавить прохожих? Думаю, ему удалось и то, и другое. Очередь в видео новогоднее настроение явно поднялось. Многое о танцоре пока выяснить не удалось. Судя по его аккаунту в социальных сетях, молодой человек в Тынду приехал на заработки. А танцы и музыка являются его неотъемлемой частью жизни. И на этом наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения. Чаще улыбайтесь и радуйте своих близких. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин